Госконсоредактор, глава Республики Сахар-Якутия, в 19-м году, одним из своих проектов направлений деятельности оправдали на организацию широкого общественного успешного утверждения, везут вопросы, которые трагивают интересы граждан и органы, что вызвано в целом усилении Республики Сахар-Якутия. Таким вопросом, конечно, несомненно, являются вопросы, которые привезли в основном правительстве Республики Сахар-Якутия от 25 июня 2018 года по стандартам республики Сахар-Якутия. Наше сегодняшнее мероприятие проводится в формате круглого стола, на который мы привозили представителей пяти министерств, в которых осмелась оптимизация, либо реорганизация подвесного объекта, объекта социальной инфраструктуры, а также пригласили представителей министерства предпринимателей Республики Сахар-Якутия, Республики Сахар-Якутия, Республики Сахар-Якутия. Мы предполагаем, что в некоторых поселениях произойдет сокращение отдельных штатов или лиц, и в последующем вопрос есть уже устройства или поддержки самоданцев. Также работа круглого стола сегодня, что у нас сейчас народные депутаты государственных оборудований в Республике и Республике и Республике Сахар-Якутия. Предлагаю выступить модератором Кужунов Дала о некоторых аспектах внедрения модельных штатов в списании и бюджетных сферах Республики Сахар-Якутия, председателя комиссии Общественной палаты Республики Сахар-Якутия по составу и заместителя председателя комиссии Общественной палаты Игбатеву Ольгу Юрьевну. Надеюсь, что у нас сегодня состоится конструктивный обмен мнений. В конце круглого стола будет выработан ряд конкретных предложений радио с правительством Республики Сахар-Якутия. Добрый день, уважаемые участники круглого стола. Разрешите, я в начале проговорить организационные моменты для выступающих, я думаю, нам нужно определить главные выступления, так как у нас заявлено недостаточное количество участников с круглого стола для обмена мнений и принятия рекомендаций в конце этого мероприятия. В июле 2017 года было принято постановление правительства и сандатор сферсорий параметров минимальной сети объектов и сферсорий. Это постановление, особенно в последнее время, в связи последних событий, население восприняло неоднозначно. В сети интернет и ватсап, информация о реорганизации, реквидации детских садов, образовательных сетей людей, вызывает некоторое обеспокоение. В связи с тем, общественная палата республики СССР и ПУКИ, непосредственно комиссия по социальной политике решили на круглом столе выпустить стороны, все стороны это представители органов исполнительной власти, государственные собрания и инструменты, представители местного самоуправления и для того, чтобы в конце правительства республики СССР и ПУКИ выстроить такую системную, важную работу. Мы предполагаем для участия на круглом столе представителей социально-трудового отдела федерации профсоюза ФССР, Рисковая профсоюза здравоохранения, Яковского Республиканского профсоюза работников народного образования, ЗНСИЗА, Роскрышкина служебно-работников культуры, Городского комитета работников профсоюза работников, районного совета депутатов Голунского района и Кисульска средневековозначительных школ и, кроме того, СОВЕТА директоров города Якутска и СОВЕТА заведующих города Якутска. Основанием для проведения круглого стола является Писло направлено на обращение на общественную палату Республики Саха и Ситя от муниципального бюджетного образовательного учреждения в сутки 3-й общеобразовательной школы. Кроме того, обращение общественной силы Булубского района, которое выражает обеспокоенность по данному вопросу. Разрешите сейчас... Да, и ну, кроме того, обращение поступает. Разрешите, значит, по повестке огласить наступающих. Первым у нас заявлен директор Леонид Семенович, руководитель социально-трудового отдела Федерации профсоюзов. Так, в рекламе до 10 минут. Записаться может быть, да? Да, меня запишите, да. А исполнительный власт кто предсказал? Алексей Егорович отмечал. Ну, на сегодняшний раз сейчас перезвоним. Уважаемые участники круглого стола Федерации профсоюзов, как начали рассматривать данный вопрос, мы еще в феврале марта месяца. Дело в том, что представители Федерации профсоюзов и председатели, да, это Серег Николай Николаевич, бывают в разъездах и встречах в районах республики. И к нам обращались многие учредствения в средствах отрасли о том, что предполагается после сокращения. После данных обращений мы рассматривали вопрос о произведении модельных штатов на различных уровнях, в том числе 28 марта провели президенту Федерации профсоюзов. И рекомендуемо правительству, министерства образования, культуры и здравоохранения не допускать необоснованных массовых увольнений, в рабочие комиссии включать представителей профсоюза в соответствии с их отрасли, предоставить право бюджетным учреждениям замокая для принимать решения в подведении модельных штатов на различные, разработать мероприятия по задействию с трудоустройства возобождаемых работников и внести изменения в рекомендации по предложениям муниципальных образований, профсоюзных организаций, бюджетных учреждений. По итогам работы президента Федерация профсоюзов обратилась к правительству, добителю-председателя правительства Балангиной, о том, чтобы данный вопрос рассмотрели на заседание республиканской профсоюзной комиссии. Но данный вопрос не отложен, потому что министерства не должны, еще не были подходить к этому. И также было обращение государственного собрания ЮТУМЭ. В связи с тем, в 11 апреля, в вопросе линия модельных штатов о списке был рассмотрен на предметном расследовании заседания постоянных комитетов в госсобрании ЮТУМЭ, по которым было принято решение. С момента поступления вопросов Федерация профсоюзов проводит манифоринг по районам республики. Информация поступает от отраслевых наших республиканских комитетов и улучшенных профсоюзных организаций. Информация у нас еженедельно корректируется, в зависимости от поступающих следований ЮТУМЭ. Министерство образования разработало измененное модельное штатное рассмотрение, в связи с этим уже были изменения в мониторинге. По последним данным процессу, в мониторинге количество сокращаемых штатных единиц составило в образовании 1213 штатных единиц. Произошло снижение, потому что показатели в начале были 4,498. По культуре в настоящее время показано 389 предварительно. Тоже произошло снижение до 855 единиц. И по здравоохранению у нас сумма, конечно же, по данным Министерства здравоохранения, составило 2,142. Очень большая количество. Всего, предполагаемых сокращений штатных единиц до сегодня составляет 3800 штатных единиц по нашему мониторингу по предоставленным районам. Первоначальная данная сумма была 5,555 единиц. Количество предполагаемых сокращений огромное и по офису, что он застраивается в территории. Приведу некоторые примеры из минуток. В Лёгканском районе предполагается реорганизация 16 муниципальных образований, и с этим сокращение 61 штатных единиц. Буловском университете опыта сокращения подпадает в 30 штатных единиц в нижних объектах 75 на одиноких материалах и в сокращенном в 801 единиц. В Лёгканском университете образовательные организации в виде образований и образований в положении всего 2,5 и образованных. Предполагается сокращение в 18 штатных единиц в учреждениях культуры Кайкорского университета. К Кайкорскому университету будут реорганизованы три бюджета по учреждениям. В Лёгканском районе подпадает под лепидацию 2 фельдских клубов полоносцевого наследия и обещанского наследия. В городе Кайкорске подлежат закрытие 5 домов культуры, в зале многофоциально-культурных комплексах подлежат реорганизации 3 клуба и многофоциально-культурных комплексов в Кайкорске. Подлежат реорганизации 11 филиалов общее доступных библиотек. По предварительным анатсетам института в РАФ, подлежат реорганизации в образовании в 10 участковых планиц в обществе врача общей практики в области в общество врачей в области филиалами по библиотекам сокращение подвижает 32 человека, по музеям 29 штатных единиц к намскому месту есть 4 музея, один будет колодок, а второй филиалами. Такое же положение в местном, но в детском контакте. Федерация просовет считает, во-первых, недопустим нашего сокращения работников данных отраслях, второе, правительство должно провести полную аналитику последствий внедрения модельных штатных расписаний в тассе последующих сокращений. Третье, доведение модельных штатных расписаний должна быть выработана отдельная программа трудоустройства занятости переобучения, высвобождаемого количества работников. И последнее, приведение штатных расписаний в соответствии со стандартами должно быть происходято. У нас было заключено соглашение между правительством Федерацией и объединением работодателей на 17-19 годах, где говорится, в случае возникновения угрозы нашего высвобождения работников принимает программу, согласованных действий, направленных на созидание занятости, находящихся под лицом увольнения, поддержку работников по увольням в среде рефридации организации сокращения системы. В случае невозможности сохранения рабочих мест допускается только поэтапное увольнение рабочих. Вопросов нет, да, пока? Наверное, все. Вопросы нет, да, пока? Наверное, все. Слово предоставляется предоставляется председателем РФ здравоохранения. Вопросы нет, да? Нет. Может, нет? Может, нет, нет. 26-го, мы в начале марта месяца мы начали проводить мониторинг, то есть отправили по всем нашим первичным профсоюзам, организациям запросы о том, какое предполагается сокращение штатных единиц и физических лиц. Ну, примерно только треть, наверное, организаций нам отправили свои ответы. И, значит, когда у нас в марте месяца состоялся открытый отчет РИСКОМа перед общественностью и профсоюзными организациями, значит, выступил первый заместитель милиции здравоохранения Прокопьевич Горстеридонович, и он впервые вот озвучил цифру о том, что предполагается сокращение 5008 штатных единиц. И более тысячи, значит, это физических лиц. 26-го мы неоднократно и писали письма, и обращались к тем, чтобы при министерстве была создана совместная комиссия, чтобы мы вместе, значит, могли отслеживать эту ситуацию. Но все время приходил ответ, что вот когда мы все, скажем, подведем, соберем все данные, сами, мол, проанализируем, когда мы эту комиссию создадим. Значит, 26-го апреля министр Борисова Елена Афраимовна отчитывалась перед четырьмя комитетами Утумена. И вот там уже были сокращенные цифры о том, что, да, 2 142 штатные единицы и там 500 с небольшими, значит, физических лиц. Это вот как бы, ну, последняя информация. На сегодняшний день, значит, вчера плане министерства планировало провести, значит, заседание комиссии по территориальному планированию, но в связи с приездом делегации, значит, из Совета Федерации, Егор Спиридонович был занят вчера весь день, планировали сегодня-сегодня. Тоже не получилось, теперь на вторник. Я думаю, что все-таки во вторник мы встретимся, еще раз так сказать, сверим все наши данные, потому что есть жалобы, в частности, Соленевская и ПЦРБ, о том, что у них там хотят три отделения, ну, здесь в одно детское, юридическое и родильное. В одно отделение и при этом оставить один пост медицинский. Если будет рожать роженица, и в это время кто будет за детьми следить, а дети с четырех лет могут уже не без родителей, лежать. Ну, то есть вопросы возникают. Люди обращаются так же, обращаются с тем, что уже с 1 июля должны быть реорганизации, а до сих пор нет ни уведомлений, ничего. Люди находятся в подвешенном состоянии, не знают, что им делать и так далее. Такие ситуации действительно, затягивание идет. Вот единственное распоряжение и приказ, который мы видели на сегодняшний день, это не касается сокращения, а просто перевод травпункта из медицинского центра города Якутска в РБ-2. Ну, там как бы не предполагается никаких сокращений, но тем не менее. Вот это единственный приказ, который мы в реальности видим. Все остальное пока это как бы, вроде бы уже есть, что с 1 июля многие должны присоединиться, но тем не менее пока этого нет. И там тоже, в частности, пятая поликлиника, но там мотив естественный и понятный. С ЦВКУ создали свою клинику, у них ушли люди, то есть у них не осталось населения прикрепленного. Их сливают в центры медпрофилактики, тоже с 1 июля, сегодня у нас уже 17 мая, но пока ни распорядание правительства, ничего мы не видели, люди опять же в подвешенном состоянии. И там предполагается сокращение 30 с половиной ставок, из них 14 с половиной это медицинского персонала. То есть не только прочий персонал у нас сокращается, сокращается и медицинский персонал. Ну вот как бы на сегодняшний момент вот она ситуация такая, более подробно, то есть встречами все это обговорим. Дело в том, что у нас на самом деле из 5 тысяч от 8 заявленных первоначально, у нас 3700 с лишних у нас вакантных штатных единиц имеется. То есть действительно штатных единиц очень много, но тем не менее все-таки необходимо стверяться в таком плане, что если вот такая логика, что у нас годами не заполнены медицинские ставки, допустим, в оптических улыбках. Нет у нас психиатров, наркологов, дерматологов, пулистов, но если мы эти ставки сократим, они никогда там не появятся уже получается. И мы оставим людей без, не только без медицинской помощи, но для того, чтобы проводить тот же самый дистансеризацию, нужны узкие специалисты. Без них эта дистансеризация будет не проведена. Соответственно, больница не заработает соответствующих средств. Такова обстановка, но по Арктике отдельно обсуждали уже, значит, 13-го числа. Ситуация такая, конечно же, в основном большинство, как нас уверяют, будет все-таки сокращаться административно-управительные аппараты. То есть, допустим, когда Мирензинское СРБ будет единое, Куранах-Эй, не Куранах-Эй, не Куранах-Эй, а Чульманское и Миреноборское больницы присоединятся, соответственно, уйдут два главных врача, замами и так далее, и так далее. Ну, ситуацию мы держим на контроле. Тем не менее, действительно, вот вчера еще встреча была у нас с представителями Общероссийского народного фронта, и главную задачу поставили именно в том, чтобы была поэтапность и не допускать массового сокращения, как вот сказал Клинин. Клинин. Продолжение следует... 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 культуры выполняет поэтому Приказы хора убедить приказные средства культуры о создании изобретения технических статей, поэтому все статные земли, которые там в доме народного атмосфера, они перележутся к проблеме культуры, это будет целый большинство статных земли. Так что, статистка на луку на ставку попросления не есть. Также подвлеки, что у нас в Ленис Семенович показал, что эти два человека в организации сокращения – это основные помогательные персоналы в двух офисе, в которых площадь не соответствует по нормативам. И пока в музее у нас особо такой организации нету, в сокращении нету, там, где мы знаем, что могут уже несколько, четыре музея, и мы можем их объединять. И один головной музей, а остальные будут объединять. Ну, в принципе, у нас вот такая же данная информация. Ну, что у нас под контролем, мы сезжали связь с Бердом, полусами. Ну, и Анастасия Ивановна Санцоновна. То есть, я один, который вспоминал на входе, всегда в работе комитет по внедрению, мы уже не ставим молодежь, и мы по вопросу МТР. Спасибо. Спасибо большое. Восхождение. Продолжение следует... 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 когда вводили новую систему оплаты труда, там как раз была речь об оптимизации. Вот там она была уместна. Проводить оптимизацию сейчас практически, как называется, социально опасно, потому что если тогда, лет 13 назад, задавили вопрос и защитили малокомплектные школы, то сейчас почему мы логически не действуем, почему мы обрекаем все эти школы, детские сады на то, чтобы они закрывались. А как люди будут тогда ходить в эти детские сады и школы? То есть социально опасности. Я, например, так понимаю, что какая-то еще, вот надо, для меня непонятно, цель вот этой оптимизации, потому что то, что прозвучало из Солодова, председателя правительства, да, это качество. С качеством это никак не связано, потому что как это может привести в качество, если, например, условно было десять школ и вдруг стало пять. Значит десять школ не смогли научить детей, а вот пять оставшихся вдруг научат детей. Поэтому вот коренная причина оптимизации, это скорее всего экономия денег, но это идет в ущерб нашим людям, потому что условия производства, условия качества предоставления услуг, оно повлияет вообще на предоставление нас образовательных. Поэтому, например, я думаю, что вообще эту оптимизацию надо не оптимизацией называть, да, а здесь возможно здесь лучше упорядочить, потому что эта задача еще стояла тринадцать лет назад, потому что там, ну, были такие моменты, да, на определенное количество учеников должно быть определенное количество учителей. Этот вопрос контролировался в 2006 году, потом вот когда вся эта реформа пошла, пошла уже тринадцать лет, этот вопрос был выпустен и спас внимание, и, естественно, в районах там какие-то процессы произошли. То есть просто надо вернуться в начало, провести министерством образования, здравоохранения, культуры, ну, как упорядочить их усить, но не называть это оптимизацией, потому что оптимизация, которая вот в том плане, как она планируется, она приведет к тому, что это жутким последствиям. В условиях города Икутска у нас не планируют, как будто мы постоянно вопросы задаем, да, но у нас, опять-таки, появлялось и вдруг исчезало, предлагали на десяти с половиной часовой рабочей недвижимости, да, это привело к сокращению стаба специалистов, в то время как вся республика собралась в городе Икутске. То есть мы, с одной стороны, решаем вопрос, как найти эти политические сады, и в то же время мы хотим режим укоротить еще в один из них. Поэтому вот надо четко тогда обозначать, вот власть должна сказать, да, денег нет, будем сокращать, все понятно, денег нет. Но когда прикрывать это другими словами, качеством и еще чем-то, это неразумно, это неграмотность власти, это действительность ситуации самой же власти, как она заявляет одно, а прививает практически к другому. Так, еще вот прозвучал в городе Икутске вот из всей вот этой программы, которая вот планируется, да, самое вероятное, видимо, что он мог произойти, это сокращение аук, так называемого, да. В городе Икутске, опять-таки, это нереально. Почему? Скол у нас огромное. И вот эти вот аук, который был создан, он же был создан для чего-то, для того, чтобы стоять на определенных участках, возглавлять их и как раз вот решать проблему качеству. Вот, то есть вот официальный заруч человек был выделен для того, чтобы закрыть одну проблему, допустим, да. И поэтому вот любой директор, он сейчас сидит и, ну, как бы вот примерно смотрит на свое штатное расписание и думает, вот если он уберет одного заруча руководителя, значит вот проблема качества, она не будет достигнута в этом направлении. Поэтому вот, если в городе Икутске вот заручи будут сокращаться, но это будет очень тяжелый процесс, это как раз повредяет на снижение качества. Так, наше предложение, во-первых, действовать только в рамках закона, то есть соблюдать вот принцип уведомлений до первого сентября, я так поняла, да, вот из нашего, видимо, это ощущание, что никаких изменений у нас не будет. То есть мы можем отсюда сказать, что вы идете спокойно в отпуск, и ни один руководитель не будет выдавать уведомлений о том, что, ну, под видом разных обстоятельств, так скажем, да, что якобы это будет, потому что оснований для этого нет. Ну, и в городе Икутске вот здесь вот очень редко об этом говорят, но у нас переполненные классы, вот проблема интересная власть решается. Видимо, вот оптимизация, она так сложно будет решена. Просто людей ставят в эти условия, и у человека будет выбор. Или он подчиняется всему этому со всеми последствиями, да, и он подчиняется всему. То есть вот механизм власти, механизм решения, примерно, видимо, так вот. Поэтому вот руководителям нашим сейчас достаточно сложно. Или они должны исполнить вот эти неразумные решения, или они просто в жизни. А люди исполнители из данной действия. Поэтому вот вот это вот нужно отрицательные последствия, и со всех сторон надо смотреть и оценивать их так, как они действительно есть. А последствий будут достаточно тяжелые, потому что все время нас куда-то кидает. То мы боремся за это, потом это же мы делаем. А пригорное ваше предложение? Так, ну, мое предложение, конкретно наше предложение, да, это, значит, действовать только, если будут выпущены документы, определенные только после этого. Ну, вообще, возможно, даже выступить против этой оптимизации конкретно, потому что, вот, мы профсоюз ЕСНК, мы ждем решения, какое решение принять в власти. Мы не можем идти в ее в власти, потому что в режиме нет этого решения. Но если решение будет принято, то есть мы, например, выступим против, а мы поставим вопрос, если она известно. Так, ну и предложение вот конкретное. Сеть упорядочить, но без оптимизации. Но без сокращения. Но без сокращения. Спасибо большое. А мы можем задать вопрос? Вот потом. Конечно. Лучше потом, наверное. Нет, вот городскому, например. Нет, ну, можно потом. Сейчас вопросы на чем задавать? Давайте выслушаем выступление. Кого? Ну, это выступление же или как? Нет, это доклады были? Ну, а перед этим были доклады профсоюза. У меня были вопросы. Нет, вот этот город, да. Ну, пожалуйста. Сейчас мы делаем. Сейчас мы производственное совещание. Сначала наиболее, вот мы попросили профсоюз выступить, представители профсоюза, как защитников трудовых ресурсов нашей республики. Они обозначили все проблемные моменты, которые сегодня возникают в республике. С какими проблемами к ним обращаются трудовые коллективы. Затем, ну, у нас вот по плану стоит заслушать представителей Государственного собрания Илтумен и представителей органов исполнительной власти, потому что на сегодняшний момент уже проделана достаточно большая работа. И, вероятно, ответы на многие вопросы, которые сейчас висят в воздухе, представители органов исполнительной власти нам как раз и дадут. И после этого уже в свободной дискуссии мы предоставим слово всем желающим, чтобы, ну, вот, может быть, какие-то вопросы мы не затронули, может быть, какие-то болевые точки мы пропустили. Наверное, вот в таком режиме. Хорошо? Все-таки я еще раз хочу попросить слово. Нет, а вам сейчас как представителю Государственного собрания. Потому что здесь предложение звучать, я скажу немножко, да, да, да. Хорошо. Так, пожалуйста. Здесь в порядке, значит, наверное, информация была докладчик по десять минут, я тоже прошу, ну, раньше выложить, раньше, десять минут. Я выступаю у нас от имени фракции ТПРФ, народных депутатов, народных депутатов госсобраний ТУМЭ. А от имени ТУМЭ у нас было заседание трех комитетов и мы вынесли решение конкретное. Разложить правительству республики до первой имени разработать и утвердить дорожную карту по системному переходу на модельное штатное расписание. И второе. Контрольному комитету включить план работы организацию по рассмотрению в госсобрании вопрос о ходе исполнения указанных дорожных карт. Это официально наше решение госсобрания ТУМЭ. Теперь наша точка зрения вот фракция какая-то. Во-первых, какие масштабные решения правительства вот на уровне республики Саха-Якутия, а это все идет по линии Российской Федерации, решаются очень серьезно. Мы сегодня проводим, нам вот складываются впечатления, значит, проводим производственное совещание. Вот занимаемся, извините, я, может быть, какие-то слова не совсем корректны, но арифметикой занимаюсь. Арифметикой занимаюсь. Сколько сократить, мало, много. Но это же люди. Вообще, мы должны сегодня общественной палате говорить «люди». И первое предложение какое? Вообще, это сегодня противоречит решение правительства республики Саха-Якутия, название не повторяю, всем известно, противоречит Конституции, Трудовому кодексу, вообще и прежде всего Конституции, которая говорит о том, что любая реорганизация не должна ухудшать, значит, положение людей. Ни одна. Поэтому предложение, видимо, настанет время, и, может быть, в ближайшее время, Конституционный суд надо обжаловать и приостановить это. Это первое предложение. Приостановить реализацию и вообще обсуждение этой рекорды в районах и в общественных организациях. По каким причинам? Она не готова. Вот нас тягивают в дискуссию, которая, вообще-то, незаконна. Правительство должно четко представить программу. Вот мы же за них сегодня решаем. Много-мало. Тех сократить или не тех. Мы решаем, а должно быть правительство четко представить. И должно быть два документа. Первый документ – сокращение, второй – трудоустройство или, значит, решение каких-то других вопросов, которые связаны с социальными гарантиями. Если досрочная пенсия, то она должна быть учитывать тот стаж, который они не доработали. А у нас сегодня пенсионная реформа увеличила пенсионный возраст. Вообще никакой логики нет. Поэтому, вот я предлагаю, внесли, приостановить. Значит, дать возможность, не возможность, а обязанность. Правительство Республики Саха-Якутия предоставляет четкую программу. Четкую, расписанную по каждому району, по каждому человеку. Если говорим мы 3800 штатных единиц, должно быть, куда каждый человек уйдет. И должно основываться на Конституции и Трудовом кодексе. У нас же есть Трудовой кодекс, в котором мы говорим там. Должны, вот сейчас хорошее выступление было. Да и все нормально говорят. Абсолютно объективно. Но в то же время, что же мы здесь говорим, что нужно предупредить об увольнении. Разве это непонятно, кто нанимает на работу? Это же Трудовой кодекс. Если руководитель не выполняет эти обязательства, он должен быть уволен. Я почему так эмоционально говорю? Нам просто навязывают дискуссию. Чтоб мы сейчас решали вопросы за правительством. Это неправильно. Неправильно. Потому что это вообще и незаконно. Поэтому вот первое. Приостановить. Представить программу. И программу, которая должна представить сокращение модельное. Штатное расписание. Второе. По каждому человеку сокращенному. Прудоустройство или решение тех одних вопросов. Вот. Мы же это уже проходили. Я в свое время несколько лет назад обращался в 16-м году к профессиональству. Было в здравоохранении у нас. Оптимизация. И в бюджетной сфере. Там сократились же несколько тысяч человек. Сократились. И сегодня вот вы знаете. Как-то наверное не совсем прилично. Может быть даже другое слово. Что мы говорим. Сокращается. Помогательный персонал. Это тот, который получает меньшую зарплату. Который меньше социальной льготы. Тот, который должен наоборот получить нашу максимальную поддержку. Те, кто имеет высшую категорию специальностей. Кто имеет, значит, возможность зарабатывать. Зарабатывать он и так, конечно, больше лет возможно. А вот это самое малозащищенное. И мы так вот как-то не совсем правильно. И еще хочу. Самое важное сказать. Не менее важное, что я сказал. Вообще реорганизация проводится тогда, когда научно-технический прогресс вмешивается. У нас территория 3,3 миллиона квадратных километров. Если мы сокращаем там управленческий аппарат, да. Который сегодня составляет программу. Вот комфортная среда и благоустройство. У нас сегодня около 20 населенных пунктов лишены поддержки по 4,5 миллиона рублей на благоустройство. Потому что они представили там около 50 разных, значит, параметров. И то надо делать, и то делать. Это арктические районы. Это Нижнеколынский район. Их лишили даже этой 4,5 суммы, потому что они формально не смогли, значит, представить какие-то документы. А там ясно, что нужно построить детскую площадку, нужно построить детский сад и так далее. Или сокращаем какое-то место. Ну, что там? Вместо вводим автоматизированным рабочим местом. Тогда понятно. Человек должен уходить, но опять на его место должен прийти другой и так далее. Вот я еще раз хочу. Социальный аспект. Хочу поблагодарить общественную палату нашу. Действительно, они принимают самые актуальные вопросы. Самые рассматривают актуальные вопросы. Но мы должны не забывать, что наша главная задача, если у нас правительство не справляет, если у нас министерство не выполняет свои пути, оно должно уйти. Это рад. А не учить нам здесь. Да. И мы здесь... Вопросы мы учим их. Поэтому это рад. И внести предложение. Официально проголосуйте. Приостановить. Представить программу детально. Каждого, значит, трудоустроить. По каждому решение вопроса. И... Ну, вот эти самые основные вопросы. Да. Вот такие у меня предложения. Ваши предложения, что ли? Не понял. У них, да. Продоходы обсудили. Я еще сказал. Я выступаю. Я сказал два предложения протокола вам. Это будет официально. Я же сказал. Выступаю от практики ПРФ. Десять народных депутатов. Да. Я же вам подчеркну его. Спасибо. Где-то... Вопросы. 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 Арифметикой занимается в другом месте. Вопросы. Вопросы. Уважаемые коллеги. Я еще хочу остановиться. Наверное, все равно здесь смотрели ВИТИА и сегодня читали депутский челлендж, председателя правительства Владимира Солодова. Его постановка звучала. У них постановочно звучит это как увеличение качественного образования. И, кроме того, делается основное, по сути, что это не оптимизация, а систематизация. И, кроме того, сроки определены до 1 сентября органам власти провести подготовительную работу в муниципальных образованиях для того, чтобы представить непосредственно дорожную карту и до 1 сентября 2020 года уже начать внедрять эти новые модели. Кроме того, в объединении, именно укрупнение, создание комплекса юридических лиц консоров, не двух зданий, а одного юридического лица, то есть одного руководителя и так далее. Мы не будем вот это вот, мы это все посмотрели, поэтому хочу представить, предоставить слово представителям нашей подборной исполнительной власти. Можно попросить, чтобы представители сказали, кого они представляют и кто они какие-то. Да, конечно, мы сейчас. Значит, ну, начнем. Министерство здравоохранения Республики Ката-Якутия. Максимова Марина Степановна, заместитель министра. Добрый день, уважаемые представители, народные депутаты. Значит, я хочу немного пояснить, да. Наша работа проводится не только в рамках реализации 800-3-го распоряжения, 22-го постановления. Самое главное, мы приводим в соответствие с нормативными акциями, установленными Российской Федерацией, об оказании, организации оказания первичной милиции санитарной помощи. Это наш основной заказ, по которому мы работаем. Это приказ вообще 12-го года, и мы сейчас только приводим в соответствие нашей структуре. Самое главное, что мы должны исполнять, это медицинская помощь, специализированная, то есть круглосуточная, она должна оказываться специализированной через него. Это центральных районных больниц, то, что касается районов, да. И поэтому мы вынуждены, для того, чтобы сохранить нашу коеточную сеть, расположенную села, мы будем реорганизовывать наши участковые больницы, филиалы центральных районных больниц, чтобы это было лидерским. Это самое первое и основополагающее. Кроме того, значит, мы истематизируем работу наших подведомственных учреждений. Сейчас мы по факту видим, что, допустим, раньше была участковая больница в деревне, да. Она встала несколько лет назад врачебном амбулаторе. Штатное расписание этой больницы соответствует структуре участковой больницы, где у нас есть круглосуточный пост. По факту, несколько лет уже там круглосуточный пост закрытся. И при этом там работает средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, который должен оказывать круглосуточную помощь. И тем самым мы вынуждены приводить в соответствие с работой нашей медицинской организации в соответствии с администрацией. Кроме того, в рамках реализации 803-го распоряжения у нас есть укрупнение больниц. Укрупнение больниц – это объединение Алданского района, Невингринского, 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 Невингринского района. Удачный, там коснется сократили только административно-управленческое персонал. Это коснется бухгалтерию, контрактную службу, руководителей и так далее. Также хочу отметить, что на сегодняшний день мы имеем статных единиц по республике 33 157 статных единиц. Из них физических лиц 26 804, то есть у нас в вакансии составляют 6 353 75. Коффициент укомплектованности составляет 88%. Мы практически нигде не сокращаем врачебные ставки. Тут говорилось, что мы сокращаем устных специалистов. Этого мы не планируем. Врачебные ставки у нас сохраняются. У нас в этом году реализуется приоритетный национальный проект по сокращению дефицита медицинского персонала. Мы будем укомплектовывать врачами, средним медицинским персоналом как раз наши сердечные звены. На это предусмотрены деньги, средства из нормированного страхового запаса территориального фонда. В этом году на этих целях предусмотрен 21 миллион рублей. То есть за счет этих средств мы будем укомплектовывать врачебные ставки наши больницы, наши первичные звены. Также хотелось бы отметить, что наши штатные расписания также зависят от количества работ. Мы сейчас видим, что у нас в районе есть один больной, и там работает больница со штатными единицами, более 30 штатов. Мы всех не сотрясаем. Это не факт. Это имеется в виду противотеперкулезный диспансер. Да, это другой разговор. Нет. Другой выездляем в воде. Там один больной. Другой больницы не счетчик. Там один больной. Мы оставляем все равно врача, рентгенолога, сестру на одного больного. У нас все равно остаются ставки, мы просто сотрясаем в предусыточный пункт. И так далее. В целом, да, я еще хочу отметить, да, про штатное расписание. Сегодня в штатных расписаниях, по прочему персоналу, мы имеем такие специальности, как следственная техника, сварщик, владельщица, грузчик, маляр, оператор копировальной множительной техники, парикмастер, рабочий по благоустройству населенных пунктов и так далее. Мы все это приводим в таблицу, так как по факту на самом деле эти таблицы не заняты. Мы это будем все приводить в таблицу. Там есть вплоть до швей, торс, тористо и так далее. Также мы будем приводить в таблицу заместителей, руководителей наших телевизоров. У нас их тоже много. 235, да? Это они без учета главного бухгалтера и главных медицинских сетей. То есть в этом плане тоже работа проводится, да? К счастью того, что у нас некоторые папы переводятся в соцсет, то есть в тельщинские сетки, это просто делается по факту. Фактически там работает физическое лицо в тельщинах, там акушерки не было, не было. Просто наименование фактическим физическим лицами мы приводим в соцсетки, да? Также хотелось сказать, да, что то, что у нас данные, которые вот говорили, да, и про союзные, да, и общественные палаты, пока по предварительным данным, это не окончательно говоря, у нас планируется сократить штатные единицы. Ну, так, я хочу повторить, что это штатные единицы, амфидические единицы, 2542. Но при этом мы будем из этих штатных единиц увеличивать штатную численность наших городских учреждений фирменов. Но сегодня, как мы все знаем, очень большая нагрузка у нас лежит на наши городские поликлиники. Такие у нас очереди в наших учреждениях расположены в городе Ютуб. И мы будем укреплять наше городское правоохранение. Вводить участковых дополнительных, терапевтов, педиатров, узких специалистов. Так как у нас уже много лет не было перераспределения штатных единиц, по факту мы именем штатную численность, допустим, в городе Ютуб, она уже десятилетельная, она практически не менялась. Город у нас растет население. И, соответственно, население у нас население уменьшает. И, конечно же, нам внутри региональная иммиграция идет. И поэтому мы все равно не будем сопротивляться полностью. Мы их переведем в наше городское правоохранение. В соответствии с теми требованиями, которые у нас есть. Сейчас у нас по факту мы видим, что в городе Наборшка у нас идет. Поэтому я не делась. Уважаемые участники стола, круглого стола, давайте уважительно относить. Пусть-то я снимаю. Пожалуйста, Марьяна Светлановна, за решающим выступлением. Ну и, соответственно, я захочу закончить про город. Сейчас мы по городу имеем такую картину, что у нас одно физическое лицо, участковый врач, обслуживает практически два участка. У него нагрузка высокая. Он работает за двоих и получает все же самые заплаты. И мы должны решить вопрос как раз нагрузки врачей. И вот еще раз. Вначале я говорила, что у нас в какой-то деревне врачебная амбулаторная... Что это было? Там давно койки закрыли. Фактически эти лица должны были работать на круглосуточном, оказывать круглосуточную медицинскую помощь. Фактически уже несколько лет работы не ведет. Они сидят и получают заработную плату, да? Обслуживая амбулаторную медицинскую помощь. Хотя должны были стационарно. Нет, ну, стационарно понятно. Да, в целом. Ага, спасибо. Так, пожалуйста, слово Селиной, да, Марине Владимировне, заменить дневнику или министры в Министерство культуры и духовного развития республики. Это здесь. Ну, конечно, круглый стол, правда, я согласна у Славицы и Танковачев. Он плане, что мы исполнительные органы власти, и поэтому мы исполняем то, что нам, так что, наговоря, воспорядились, да? Но мы... Не нужно так думать голословно, что исполнительные органы власти вот сказали, и он все это делает, не думая ни о чем, да? Предположим, ну, то, что выходило в средствах интернет-ринзаниях и ватсапе, так, произвучало то, что там, вот, подключаются у нас школы, в физических урусах и так далее, музыкальные, Музыкальные, да. Значит, над этим мы работаем, естественно, и доработки должны быть, и то, что мы сейчас работаем над тем, чтобы вносить коррективы из этого. Ну, то, что мы уже создали в этом модельном штате, мы их тоже, ну, как сказать, корректируем и отслеживаем постоянно, да? Затем нашим министерством вот в понедельник будет подписано, получается, соглашение с педагогом занятостью о том, чтобы, ну, вот, взаимодействовать, решение вот этих вопросов, все-таки, ну, если там будут какие-то ликвидационные мероприятия, чтобы мы искали вот именно вакансии для того, чтобы устроить всех людей. Ну, еще раз говорю тоже, хочу, наверное, Марина Супановна, как-то согласиться, что есть персонал, у нас определяется на АУК, да, на, значит, управленческий, на основной персонал и на вспомогательный. И основной персонал практически у нас, где даже вырастает у нас основной персонал, идет, скажем так, корректировка именно вспомогательного состава и управленческого, в связи с тем, что, предположим, мы все брать там филиалы будут, например, библиотека, она будет филиальная часть, да, соответственно, у нас отращается АУК, да, и поэтому, ну, более детально я могу предоставить слово начальнику отдела моего квадрата муниципального образования, она вообще подробно может рассказать, если хотите, ну, как говорится, производственное совещание, это вроде бы, не или как, хотите, да? Ну, давайте тогда Индира Петровна Ли, она вот раз по клубам, по библиотекам, получается, ну, конечно, у нас все расчеты есть полностью, все расчеты есть, работа ведется, и действительно кое-где действительно идет, наоборот, повышение штанов, где-то мы на даже увеличиваем штангу, знаете, где-то мы улыбим? Это не для того, как мы хотим знать, это для объяснений, Дело в том, что, если на Казахстане, знаете, они хотят получить информацию, имея как то, чтобы трансформироваться, поэтому, первое, наша задача на площадке общественной балансы, собрать все инфекционные лица для выработки ледяного подхода, это понятно, да, поэтому давайте, действительно, как-то уважать друг друга, и, в конце концов, выслушать люди в России быстро, и кто-то пришел быстро, как-то, да. Я не тороплюсь, нет, не тороплюсь, я годы до конца. Потому что, что есть профессиональная женщина, да, потому что, ну, процесс, мы знаем, что идет в республику, он идет очень непросто, но есть соглашения между органами исполнительной власти и профсоюзов, профсоюзы включены во все рабочие группы по разработке модельных штатов. Я хотела бы, конечно, дать пояснение, да, вот, извините, пожалуйста, я вот прослушала котлаза, вот, вы в своем выступлении сказали, что будет совократение по городу Якутску, да, но... Ну, я хотела бы здесь сказать, что у нас модельные штатные расписания, именно касающиеся библиотек и культурно-досуговых учреждений, они не касаются города Якутска, они не распространяются на городе Якутска. Поэтому по штатным расписаниям, значит, сокращение в городе Якутске у нас не предполагается. А если брать в целом по республике, большее количество, конечно, у нас работает, зависит от культурно-досуговых учреждений, да, ну, по простому, ну, любых. У нас получается как, да? Будет, ну, по-другому постановлению предполагается сокращение 14 культурно-досуговых учреждений. Но здесь я опять же хочу пояснить то, что у нас в основном это касается тех клубов, в которых население меньше 100 человек. И есть такие учреждения у нас, скажем, Усалданский район. Вроде бы закрывается три клуба, мы говорим. Но на самом деле, это вот три участка, Стойка, Балаганна, Вдалы, где этих клубов и нет. То же самое, например, в Чуропчинский район. Да, вот, например, у них получается Хакаях, Огустах, Мельверси, Уорга, где там 26, 48, 54, где клуба и нет. А имеется в виду, они его показывают как штатные единицы, но не работает, а штатные единицы сидят в другом учреждении. Поэтому, ну, есть, конечно, такие учреждения. Которые упорядочены. Да, мы поэтому пытаемся упорядочить, да? Но есть, конечно, учреждения, которые должны, как бы у нас попадают под сокращение. Это вот, как сказали, Верхоянский район, да? У нас там два клуба попадают под сокращение, но там население тоже, как бы, до 100 человек проживает. Это небольшие участки. И, конечно, сразу сказать, только надо выпросить. Нет, почему? Единицы, сокращают. Три, два, один. Единицы, знаете, насчет единицы, они даже здесь не беспокоятся, потому что они являются филиалами клуба, да? Филиалами клуба. И они содержатся, это единица, в принципе, в их филиале, вернее, в головном учреждении даже по модельным штатным расписаниям будет увеличение. Их, в первую очередь, беспокоит то, что, например, у них хоть какое, но небольшое здание сводили. В первую очередь, конечно, их не дефицит содержание, если мы закроем, то это будет, и даже будет какое-то обслуживание, выездное, то здание это не будет, это придется делать на базе какой-то, или школы, или в баржала, но, вы как понимаете, там это будет, конечно, сделать трудно. Мы заработали на эту ведет, и именно в таких труднодоступных удаленных, конечно, мы постараемся сохранить в течение культуры. А так у нас, конечно, получается, что в клубах будет сокращение в основном АУ, да, это около 100 штатных вид, это где у нас, значит, будет реорганизация, в основном это происходит у нас в районных центрах, там, где у нас два учреждения будет просто не такое учреждение, а должно быть одно, получается, значит, будет сокращение, будет один директор, значит, сокращенный, да, сокращенный. И у нас идет сокращение помогательного персонала, где-то около 400, а также например у нас не соответствует достаточно большая работа но все-таки все равно не должны все время забывать что за каждой ставкой стоит живой человек если мы говорим что у нас идет большой стоп в город и при этом сокращается место где человек может прийти пообщаться то это тоже ну одна из причин оттока из города поэтому ну вот 3 и села и села прошу прощения села в город оборудование слушаем данного вопроса представляется Лени Борисовны, начальнику отдела учебного образования Министерства образования и науки. В них нет, на 220 000 человек, а у них нет, на 220 000 человек, а у них нет. И когда мы начали это анализировать и так далее, и вы все знаете, что у нас есть непонятная ситуация, у нас есть МСР-1, МСР-2, МСР-3, но между МСР-3 и МСР-2 там большой разный еще нет, но именно когда началось, мы начали сейчас получать профи, очень кстати, подостели нормы нормативно-половой акции Российской Федерации. При этом нужно отметить, что, к сожалению, когда мы пытались защитить, что Киевы имеют статную единицу, к сожалению, Российской Федерации нормальных установок нет. Вот мы рядом с МСР-2, буквально, в чеченном салате, мы просто хотим получить помощь, чтобы вот этот вопрос поднять уже на Российской Федерации. Сейчас идет в том, что у меня очень много штатных людей, у меня штатных, заместителей, да, не руководители, да, при этом, к сожалению, ни одного нормативно-правового акта мы не нашли, а республика, это действительно, это регулярная республика. Полномочий, да. Огроните, вы еще устанавливаете? Значит, еще нужно отметить, что переходы действительно были. Я могу привести пример на примере, значит, Анголасково и Синтарково. Вот, допустим, помощь Р-1 у нас в Синтарском улете должно было быть сокращено 384 человек. В этом, когда мы ввели уже нормативно-защищенную штатную единицу, то, к сожалению, в этом улете все равно сокращается 364 человек. И это означает, что действительно там были раздутые штатные республики. Между тем, в Анголасском улете сокращение подъезжало 293 человека, на сегодняшний день подъезжают 20 тысяч рублей. Это в 10 раз меньше. И что можно сказать? То есть тут и штатные эти республики. В этом это мы разговаривали с экономистами и говорят, да, действительно, мы так делаем. Ну, вот, единственное, что я хочу сказать, что эти модельные штатные, как мы его словно называем, он в настоящее время, значит, все идут подскопки и все простое, будет согласовываться опять-таки с экономикой, с институтом финансов, и все на пожелание на следующие вот такие, допустим, booked в салют, и отходим от этой выходе и получаем это будет. Девушки отдыхают. Сейчас еще одно министерство и еще вопросы. я сегодня подборю себе да еще раз послаться на виктора николаевича вот его мысль которые у нас рекомендация тоже заложена то есть должно быть четкое понимание и особенно это для северных улсов для наших где не такой большой выбор рынка труда если в городе где-то но кто-то там сокращается меняется мы все равно понимаем что он всегда может пойти там учителем работы и без работы в городе человек не останется то 3 какой-то вот реорганизации будь то он младший обслуживающий персонал или будь он заместитель представителем профсоюзных организаций органов исполнительной власти пожалуйста вот настаивала на вопросах да конечно преамбулу можно любую подвести вот тут мы с виктором николаевичем сидим спорим а теперь подписываемся уже это перешли я сама 2012 году в госдуме и совете федерации ставила вопрос убеждала федералов значит не сокращать не закрывать участковые больницы и прочее так да вот и будучи правительстве уже в должности зампреда тоже занималась но подобными вопросами вот именно вопрос такой первую очередь наверное министерство вы карандашом калькулятором конкретно выезжали ли какой-либо улуз по своей отрасли посчитать как ситуация и что по первому варианту будет что по второму варианту будет вот вы сейчас приводите сунтар хангалас ну и есть проблемные много местных выезжали ли конкретно ваши специалисты какой-либо улуз или коллектив по выяснению на месте какова ситуация и что предполагается это первый вопрос да это вопрос я хотела бы и образованию и здравоохранению обратить и такой же вопрос к культуре и культуре и такой же вопрос профсоюзом а значит конкретно они с руководителями они с профсоюзными деятелями да которые письменно отчитываются конкретный час и так далее потому что они тоже получают через второе и третье звено и как вот я на нескольких было совещаниях довольно таки искаженные идут и где правильно и неправильно вот очень сложно понять вот сегодня если семей сменович не подошел бы мы бы не знали что там сотнями может приплюсоваться еще штатная единица это вот такой вопрос да к сожалению вчера или к радости вчера мы тоже выезжали в район там на месте значит общались и с директорами и прочее и не успела я не на выступление сегодня вечерку еще не успела прочитать да поэтому может было это пояснение я не в курсе потому вот такой конкретный вот вопрос представителям министерства выезжали ли вы до здравоохранения который я до очень занималась постоянно выезжаете вы не говорите конкретного 202 постановление понимаете именно вот по этим вопросам конкретно да по первому варианту по третьему варианту мы не выезжали так все поконят образование а потом я на выступление запишу тогда мы выезжали тоже не выезжали так еще культура не здесь нет конечно выезжали как в какой-нибудь нет но вот например в намский район потому что у нас например существует методический совет да которые включены помимо наших методистов по управлением клубной библиотечной музейной специалисты и с улусов у нас был методический совет значит расширенный приглашали на базе намского района было в санкалахском районе и вот после того как пройдет река у нас такой более-менее проблемный вы прямо с карандашом и с калькулятором сидели да и посчитали хорошо все вот это понятно ну и теперь профсоюзы может вот так вот в город сидеть например вам там чувствовало в целом расскажу да правильный вопрос дело в том что не в целом а выступление да я коротко сказал что мы выезжаем но сейчас подробно скажу что у нас проводятся дни федерации профсоюзов и в этом году мы выезжали в юридские группы улусов сунтарские Леонид Семенович не этот вопрос то что выезжаете встречаетесь дни проводите это понятно да а вот именно в рабочем порядке производственном карандашом и с калькулятором именно по этому вопросу когда мы выезжали мы конечно проводим там свои лекции свои семинары да но именно тогда начались к нам поступать обращения от работников от учреждений от самих глав наслевов и глав улусов вы может быть не напомните 202 постановление да вот 202 в 18 году было принято так ведь да почти год назад и почему только за последние вот два-три месяца такой бомб да вот я еще по якутски читаю вы знаете еще группа патриотов появились именно по 202 что у нас родственники живут на снегах и так далее поэтому мне тоже не нравится вот когда прочитала ох молодцы какие но когда начинает пояснить вот наша задача цель в общественной палаты сегодня действительно разобраться но я на выступлении можно я отмечу не надо ваш ответ не нужно послушайте почему вы говорите в июне месяце было подписано стройчковым а селисом это постановление почему но не пускали его потому что потому что для вас в сентябре состоялись выборы и для этого перед выборами невыгодно было выпускать 202 июня в семнадцатом году ладно давайте ну что вы не слушайте выборы были в сентябре а вы не слушайте я же тоже так так скажите правду все вопросы членов так вот пожалуйста замолчивает вы думаете нет 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 сейчас следующий ваш вопрос так почему да 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 пожалуйста 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 поскольку у меня вопрос да 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 по одессе второму постановлению предполагается реформирование уровней школ да например в труднодоступных населенных пунктов отдаленных будут закрываться средние школы и превращаться в школы общеобразовательные на девятиклассные или начальные вот это просчитывалось как-то министерство образования об этом почему-то никто не говорит как будут дети учиться они будут в интернаты куда-то устраиваться или придется родителям переезжать в районные центры или в город Якутска обратно как это будет из интерната учитываться это очень больной вопрос и при этом необходимо отметить что здесь второе направление оно носит рекомендательный характер в отношении глас муниципальных районов и минувки при этом на следующей линии у нас идет работа со всеми муниципальными районами и гласскими округами в части каким образом это будет внедряться в этом значит опять здесь говорили что кавычка качества образования на самом деле объективовыми данные данные постановления рассматривают именно с точки зрения для того чтобы и к качеству образования мы сейчас работаем с каждой образовательной организацией часть того есть ли есть ли хорошие цели есть ли рядом там речь идет не о том что если 50 км то тогда мы должны их объединить здесь речь идет о том что если 15 км хотя бы есть формальная школа которая дает нормальные результаты то в таком случае этот вопрос можно рассматривать а кто будет определять качество образования по количеству поступающих в вузы или как какие критерии в этом будут применяться то это мидеральный государственный образовательный стандарт который каждая образовательная организация если она такой его и называется она должна это обеспечить а образовательный стандарт вмерила его это основной государственный экзамен после 5 фаса и 1 государственный экзамен после 1 фаса основной ну если у нас документы в госсобрании в том числе малокомплектные школы закрытие не подлежит не подлежит не подлежит не подлежит а первый вопрос это транспортировка второй вопрос это проживание замещающие семьи но при этом здесь тоже это достаточно системе вопрос конечно когда посторонним если нет родственников где будет проживать этот ребенок то этого правильно сказала Олена Борисовна это самый такой еще и такой сырой вопрос не проработанный вопрос в этом направлении и он на этот вопрос поэтому конкретного ответа не дал он сказал что до 1 сентября мы должны этот вопрос изучить не одна малокомплектная школа должна быть закрыта ни одна у меня два вопроса во первых значит я хочу понять какие цели преследуют отмегать мы так и не услышать это сокращение финансовых средств или как экономия получается или что чего мы добиваем это первое кто может и второе поскольку администратор больше степени выступал по системе заработной платы у меня такой вопрос вот министерство образования министерство значит здравоохранения вот последнее время такое ощущение как бы министр между собой соревнуется по достижению увеличения заработной платы своей системы поэтому какое-то вот чувство ревности здесь в обществе витает вот например аук почему аук создали директора школ по 300 тысяч рублей в месяц зарабатывали ну по директорам школы информации социальных сетях была это вообще значит бомбу взорвали значит по всей республике и еще внутри вот министерство вот министерство значит образование вот сельское местное люди без работы практически производство исчезает или практически исчерпнет люди конечно очень ревниво на это смотрят и вот в школах значит я тут конкретно не скажу разговаривал двадцать три участницы так сегодня обучает этих ребят 15 человек в мое время я там учился в начальной школе сорок четыре значит учащихся два учителя вот мы сидим образование получили нормальные почему это так а в некоторых населенных пунктах значит тоже пять учащихся четыре учителя да почему так вот значит по культурам по культурам это вот вопрос я задаю это по культуре во сельской местности вот о клубах говорите значит вот люди на меня выходят как представители общественной власти во сельской местности люди без работы значит заведующий клубом у врача у врача врача почему такие ляпши получается которые и так обстановка напряжена в обществе вот такие ошибки мы допускаем кто может дать видео менту а оба зачем создали то таки больше вопрос видимо по культуре если вы озвучите младший медицинский персонал скажу вам точно это тяжелая работа никто не отрицает по культуре например получается у нас тяжелая работа ни одного больного в 2012 году были приняты указы президентом российской федерации по которым были определены целевые категории работников в сфере образования здравоохранения культуры спорта соответственно были определены соотношения кстати спорта нет спорта именно образовая да 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 вот именно педагоги но они в спорте тоже поэтому я сказала вот это у нас были установлены соотношения которые мы должны были достигнуть по учителям мы должны были достигнуть 100% средней заработной плате тогда на тот момент по врачам вы сейчас сказали что выше чем это же неправильно, на самом деле вот они сейчас хотят упорядочить вот приказ исполняем, что ли, сверху получаешь целевые категории были определены в какой цели, да? Альбина Владимировна, но вы сейчас собираетесь немножко упорядочить, так ведь, да? мы восстанавливаем сейчас дефилизацию, у нас принята концепция вы же знаете об этом, да? и мы дефилизацию это должны восстановить до 24 года упорядочить но все это понятно, что у нас вот, скажите, ошибки исправляемы вот такие, скажите, вот как раз а журналисты, да? я считаю, что я глава Лусар тогда о чем разговариваться? я глава Лусар, мы все заинтересованы все это сохранить, так значит, интернатов не будет, там если за всеми, заградите все народы уверен в районе Сленскер или в городе Куз все главы скажут, там, да ну, минимум что-нибудь там упорядочить тогда, а что мы все оставим? в общем, все разговоры, это вопрос вам так, ну, я процитирую выписку из после пресс-конференции целью реформы социальной сферы нашественных правительствах не в пути является повышение качества образования правительство обозначает это так да, Иван Иванович, я вам отвечаю целью реформы социальной сферы нашественное правительство является повышение качества образования по крайней мере, так вчера это произошло из УЗУ Владимира Солодова во время пресс-конференции и он говорил о том, что целью не является оптимизация социальной сферы а является как бы улучшение качества в данном случае речь шла об образовании поэтому говорили об образовании это понятно и культура тоже повышение качества культуры и систематизации, да но то, что сказали представители органов исполнительной власти они упорядочивают эту систему Александр Николаевич, ваш вопрос Владимир Владимирович Вы совершенно правильно выделили информацию вопрос о повышении заработка деклара сейчас ваш ответ будет в какой-то части ответ на Ивана Ивановича вопрос за счет чего вы как Министерство труда и социального развития рассчитывали повышение заработной платы в бюджетной сфере за счет чего там конкретно сказано в майских указах и за счет чего у нас получилось повышение заработной платы в бюджетной сфере и потом второй за счет чего да, за счет чего задачи там за счет бюджета в том числе кроме того, федеральный бюджет заработка все неправильно там написано в майских указах написано за счет прибыль дополнительных доходов за счет дополнительных задач не отвечайте повысили за счет чего за счет того, что урезали в Министерстве транспорта в Министерстве спорта в других министерствах ведомств урезали надо было найти 6 миллиардов рублей за счет сокращения бюджетных средств по остальным ведомствам все неотвечательно я снимаю вам вопрос снимаю вы не правы теперь второй вопрос я просто услышал, что Министерство труда говорит неправильно теперь второй вопрос вы даете среднюю заработную плату но не за счет сокращения других вы зачем со мной спорить я же сголосовал за эти бюджеты я, кстати, не голосовал я голосовал против но я хочу сказать всем честно я голосовал против значит, второе вот вы даете среднюю заработную плату это ваше министерство дает цифру? по республике экономика экономика почему дают только одну цифру? вот сейчас среднюю заработную плату сколько? 60 тысяч? 60 тысяч 60 тысяч 60 тысяч даже, да? рождет, да? а почему вы не говорите, что всего лишь 12-15% получает эту заработную плату? ну это средняя, поэтому не говорят а вот поэтому опять ложь, понимаете? тогда говорите по остальным это статистика значит, статистика у нас неправильна нельзя так делать переходим дальше вы не говорите, что 12% всего это заработная плату да вы что? пожалуйста, напоминаю, ухаживаемся темы сегодняшней платы покажите, я с вами давайте статистика все хорошо у меня как раз в образовании вопрос, конечно, к нашему профильному министерству вот модельное штатное расписание ну вот, педагогическое сообщество находится в ожидании когда же все-таки оно выйдет потому что в конец учебного года так уже говорили в первом и феврале уже буквально через 3 месяца поэтому на самом деле, да учителя находятся в тревожном таком ожидании вот, зачем вы тревожное это состояние то учителя не понятно когда мы ожидаем выход приказа Минобора по модельному штатуру ну нет никаких документов чего тревожить для того, чтобы мы сейчас будем конкурировать все время регулярные расчеты после этого согласования экономики центром которые опять будут цитаться улимпуеда и все прочее так что я скажу первое судя с повесткой дня Алексееву Аркадию Николаевичу председателю районного совета депутатов Гулунский район затем выступает Георгий Ионович затем выступает Алексееву А, нет, Данилов Владимир Петрович и дальше значит выступающие в порядке поднимайте руку я предоставляю место для выступления Вы вредили что-нибудь безвещание я работал не зловой Денис Коронии бывает что-то хотите там в суде говорить все на улице порядок проводить надо я понимаю с другой стороны учитывать надо учитывать в условиях живут Арктирский район вот дуровые условия живут я вам объясняю я вам объясняю я вам объясняю на три района Верхоянский Улунский Верхоянский Верхоянский один вертолет когда человек заболевает мы ищем задание ищем взгляды вертолетов вертолет не летит потому что погоды нет человек умирает давайте по существу мы тоже родились на Север в последнее время в последнее время очень много обращаются к руководству страны в республике в Север это понятно потому что там очень много углеводородов гнезд алмаз зота и все остальное в Север надо людьми наоборот возвращать надо а люди уезжают почему уезжают потому что плохо плохо в Улунске проживало 18 тысяч населения сейчас осталось 9,5 в Север проживало 13 тысяч а сейчас осталось 6 тысяч а мы наоборот вместо того чтобы ввелить наоборот сокращаем сокращать не ради вот пожалуйста за нами есть здравоохранение уступало насчет парикмахеров на счет этих владельщиков а север не надо сокращать люди там человек сократили все семья вынуждена уезжать это не у солданов это и родов где на машине можно увезти куда там на другой насти или в город там более 100 километров всех людей надо искать а у вас как ситуация другая ситуация поэтому вот я подошу киславу на мальку сельским да письма у вас есть еще одну и начальство внесет вопрос прим решение и мы отправим куда следует нельзя так выступать севером людьми реже по-любому другие получают на двух-трех штабах работают а на севере один человек кормит семью ловят сокращается 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 по образованию по культуре потом я вас сокращает обедняет Культура 28, да. Сокращают. Это нужно помогать, мы северянам, наоборот, в последнее время в везде гаджики образовали. Это очень хорошо, мы обрадовались, что наконец-то на бассейне достигают. И тут и раз сокращение. И не вне глупости. Как видите, я хочу предложение ввести все артистские районы, исключить конкретно. Конкретно. За счет сокращения вот тех двойных-тройных зарплат получают, и за счет этих, которые стоит до 10, вот за счет этого, ну, пойдут ли что? Вот у меня такой предложение. Спасибо, пожалуйста, за конкретное выступление. Спасибо. Предлагаю вам. Да, сейчас сразу же... Потому что есть... Одна минута. Предполагалось, у вас 7 единиц, предполагалось, что в настоящее время, наоборот, добавляют 20. Спасибо. Спасибо, это образование, да? Да. Ну, большое спасибо. Я хочу встречать вас, расскажу. Поцелуй за мной. Я бы на этой ноте вообще бы совершила тогда сегодняшнее. Да. Так, слово Игнатьеву Георгию Иоанновичу. Ну, не так весело вообще. Веселья нет в основании сейчас. Веселиться нет. Да, да. Это Джамкон? Директору теоретической средней образовательной школы. О, как хорошо так. Так, добрый день. Кем не имею? Георгий Иоаннович. Терпичка средней образовательной школы, началась от Терпичка Мголосудница, выражаем не согласие с оптимизацией 114 и 114 классов нашей школы. Но не школы. Так, для нас, когда сделают депутатки, да? Терпичскую школу. Да, терпичскую школу. На данный момент, значит, у нас учатся 125 детей и 35 детей. Мы с 13-го года являемся центром инклюзивного образования. И наши дети хотят продолжить обучение в 10-м единстве. Если куда-то не поскутят. После детства. Вот. И у нас самая, значит, вот эта вот проблема, да, перевозки. Да, дядяка. Куда вот, Боктем. Боктем, Соткопаева. Да, вот. Кожак шипаев. Боктем, Соткопаева. Да. Соткопаева, да? Вот, перевозка. И все равно же будет бензин. Почему 7 человек в этом году? Нет. 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 Например. Например, у нас поступает 15. Да. Да. Нет. 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 Немного. Нет. 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 Субтитры создавал DimaTorzok город в городе пригорода вот поэтому люди похода переезжают вот и вот сделают основную вот он практически невозможно будет поставить среднюю потому что требования очень вот например покупаемые и 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 У нас был порядок, подождите, мы сказали слово «предоставимся», у нас мы договорились, уже как бы определились. Слово Данилову Владимиру Петровичу. Так что с той недели управление мне вручит документ, я буду работать со всеми проектами и действующими законами Российской Федерации. Я сегодня хочу остановиться только на окно. В Конституции на России и Республике Сахай-Якути предусмотрено, если нормативно правовой акт ущемляет права человека, права гражданина, они обратной силы не имеют. Сегодня мы обсуждаем 202-е постановление. Мы 9 сентября избрали народных депутатов, Государственное собрание и ЛТН. Мы избрали главу республики Айсен Сергеевича. Формировали правительство Республики Сахай-Якути. Айсен Сергеевич отчитался совсем недавно перед народными депутатами о том, что 75% работников исполнительных органов обновлены. 21% новый министр. Утверждена структура правительства Республики Сахай-Якути. Сегодня я поддерживаю, к примеру, Евгения Николаевича, свое предложение. Он сказал, надо ходатайствовать о приостановлении 202-го постановления. Я ставлю вопрос, что мы должны ходатайствовать или обратиться с заявлением Консервной суд Республики Сахай-Якути о признании недействующим постановлением номер 202 и не обсуждать. Это постановление было принято при Егорах Анатольевича, при Чекине, председатель правительства. И сегодня, когда наш глава республики, как бы сказать, присягу принял перед Конституцией Республики Сахай-Якути о том, что он будет гарантом Конституции, мы почему должны сегодня подораживать население по тем документам, которые не имеют юридических сил. Да, так что давайте на этом закончим и в своей рекомендации все-таки напишем, что надо начать с момента обращения о недействительности данного постановления. Тогда 800 рублей тоже возьмите. Ну, приемственно, куда же? У нас Конституция была принята и при предыдущих руководителях, и она является действием. Руководители не обменяют постановление, оно пока не объявлено. Ну, ваше предложение... Ну, что, я же сказал, что это не соответственно... Юридическое предложение, понимаете? Да, да. Да, да. Давайте, давайте, пожалуйста. Пожалуйста, обратиться в институционный суд, ваше предложение... Посмотрим. То есть, вот в нашем дошкольном учреждении проектная мощность 220 детей, а посещает на сегодня 440 детей, то есть в два раза больше. Есть постановление, значит, Министерства труда Российской Федерации 21 апреля 93-го года, где указано, что количество детей в возрасте свыше 3 лет должно быть 20 детей. У нас чисто 40 детей. Модульное штатное расписание составлено по количеству групп, например, медицинский персонал. Наше дошкольное образовательное учреждение имеет лицензию на медицинскую деятельность. Министерство здравоохранения Российской Федерации приказ от 5-го ноября 2013 года об утверждении порядка оказания медицинской помощи несовершеннолетия, в том числе период обучения и воспитания в образовательных организациях. По новому модульному штатному расписанию, там будет осмотрена одна единица медицинской сестры. В данном случае, значит, медицинская сестра идет одна единица на 100 воспитанников дошкольных образовательных учреждений. То есть на 100 дошкольных учреждений должно быть 4 единицы. Вот обратить внимание, значит, я прошу на то, чтобы все-таки штатное модульное расписание составлялось не по количеству групп, а по количеству детей. Это первое. И второе. Учитывать специфику и условия дошкольного учреждения. Например, в нашем дошкольном учреждении здесь фитобары, есть соляная пещера. И у нас есть медицинская лицензия, естественно, я не имею медицинское образование, должна иметь заместителя, руководителя по оздоровительной работе. А в новых штатных модульных расписаниях там предусмотрены только два заместителя. Теперь, все вы прекрасно знаете, какой случай произошел в северной службе, да? Значит, на сегодняшний день следственного дела опроса детского учреждения нет. Но хорошо бы в дошкольных учреждениях еще одного заместителя, заведующего по безопасности ребенка. Он сколько лет, мы поднимаем этот вопрос, поднимаем этот вопрос. Ну, а в зависимости от количества детей, групп, естественно, да. Ну, если 600 детей. Почему? Нет, ну это надо в министерство уходить, а не вообще следовая палата. Это мое предложение, а вы уже, пожалуйста, право. Здравствуйте, почему? Вы отрабатываете? Нет, мы не даем. Спасибо. Они отрабатываются в палате. Вы, я хочу буквально, как сказать, как человек, который выясняет. Да. Я директор общеобразовательной школы города Якутска, которая находится, раньше она была окраинной, сейчас она практически в центре. Школа 16 находится в неком полном здании, построенном в 90-м году, временно переехал и так, и детям. Но я не об этом. Если за последние пять лет количество детей в школе увеличилось в два раза, и пять лет назад было 500 человек, а сейчас уже в этом году где-то 1200, то есть 2200 человек. Из-за чего? Из-за того, что сносятся век, что идет, и застраиваются многоэтажными огромными домами. Пять Дежеевского, строителей, вот эти ритмы районов. Я хочу заступиться за все школы, которые хотят закрыть районные, потому что это вызовет оттоп населения в села и притоп населения в городе. На сегодняшний день у меня очередь в первый класс, я вот в городской пластической гимназии в первых рядах стою уже несколько лет. Я не могу ликвидировать это очередь. И сейчас мы провели вот анализ свой. У меня 30% первоклассников это люди, путевшие квартиры в новых домах, переезжающие из районов. И эта цифра увеличивается ежегодно. То есть они оттуда уедут, к нам приедут, пилот гибнет, город разрывается. Перспектив построить новую школу в нашем режиме нет никаких. На ближайшие пять лет мы даже не таки пойти не включили. Хоть нашим уважаемым товарищем Губарин, что подобные мероприятия должны проводиться в своей ТАП на очень хорошей дорожной карте и должны быть обеспечены какими-то перспективами и финансовыми, и трудовыми какими-то ресурсами, и местами работы. И вообще продумать все потенции подобных вещей. Как-то у нас это очень быстро закрутилось. И еще одна небольшая реплика, тут небольшая перепалка насчет статистики возникла. Но когда уважаемый представитель в СССР выступал и сказал, как это так, здесь штраф получается 300 тысяч. Ну это же, во-первых, статистика, и такая цифра была только одна у одного человека, и никто их не спросил, откуда она взялась. А почему это все мыслирует, а когда работают другие, у которых зарплата, извините, в три раза меньше, а работа совсем не такая легкая, это кажется со стороны, потому что ответственность за все лежит. Мы руководители образователи не будем. Поэтому ватсап это вообще очень плохая сила. И я честно, вот у меня предложение такого рода. Это не профсоюзы будируют, не профсоюзы, они к этому отношению не имеют. Но кто-то вот это раздувает постоянно систематически. Общественная палка может быть как-то областится к специальным спецслужбам, потому что это отправляется массово в группы людей. И вот прямо, знаете, вот так, ребята, группы работников отправляют, неизвестно откуда, вот эти обращения про то, про то. Это надо ли как-то на уровне спецслужб. Вот это самое. Я по поводу малокомплектных школ. Там надо учесть, вот, например, что все сельские населенные пункты, где будут закрываться или уменьшаться статусы школ, они действительно рискуют перестать существовать. Потому что, вот, например, село Техтюрхан, Галаска-Улуса, оно находится в 7 километрах от села Актемцы. И исторически, вот я сам оттуда родом, вот мы, когда были маленькие, мы ездили на грузотакси, вот, на кузове грузовой машины зимой в минус 50 градусов до Актемцев и обратно. И эта машина принадлежала совхозу Актемский. То есть все затраты на перевозку детей нес совхоз, который был очень крупный, включал в себя половину, или практически одну треть ангаласского Улуса. Вот, сейчас в данной экономической ситуации ни одно предприятие, ни в Актемцах, ни в Техтюре не сможет на себя взять эти затраты по перевозке детей. Это однозначно, во-первых. Во-вторых, этот самый статус школы повышался постепенно. Я поступал учиться в Техтюрскую начальную школу, потом перешел в Актемскую среднюю школу. Мы ездили одну зиму на грузотакси, потом в Техтюре открыли восьмилетнюю школу. И вот в 90-е годы сделали ее средней школой. И после того, как ее сделали средней школой, вот село начало сильно развиваться. И как уже было сказано, вот этот дальневосточный гектар, тысяча участков, планируется создать на сопке новое село, то есть на тысячу дворов. Поэтому тут надо смотреть, конечно, на перспективу и не надо вот слишком большой упор делать на нынешние показатели, которые, мягко говоря, но несоответствуют. То есть наоборот, надо помогать таким школам и увеличивать, повышать уровень их преподавания. Вот как сказал наш глава, Айсен Сергеевич Николаев, качество образования – это самое главное. То есть надо повышать уровень преподавателей. И второе, что касается, вот, например, Ленского улуса, наш член общественной палаты Александр Саморцев проинформировал, что в сельских национальных селах, вот где живет местное якутское население, вот девятиклассные школы закрываются и переводятся в статус начальных школ. Это угроза существования малых сел Ленского района и угроза того, что все местное население переедет из Ленского района или в город Якутск, или в город Лес. То есть практически это будет насильное, силовое изменение национального состава населения Ленского района. Поэтому эти моменты должны быть учтены в программах работы министерства. И нельзя только деньгами мерить. Как вот нам говорил заместитель секретаря общественной палаты Российской Федерации Александр Точенов, надо отходить от бухгалтерского подхода. Одним рублем нельзя считать это. Это жизнь. Она не входит в узкие рамки товарно-денежных отношений. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...